Ну что, мы возвращаемся в прямой эфир после короткой паузы. Я возвращаюсь на рецепт тевтелек в сливочно-грибовом соусе у меня на мониторе. Я смотрю, у тебя день проходит весьма насыщенный. Да, да, то, что надо. Ну что, довольно сенсационный результат первого... Ладно, не сенсационный, довольно неожиданный для многих людей результат первого матча. Да, но мы-то знаем, что Na'Vi у нас любители проиграть первую карту, а потом тащить. Да, а потом объяснить. Ну вот нам сейчас будет статистика Даниила Ишутина. 6-2-9 видим в среднем статистика, 138 ласт хитов, 15 денаев, 504 гпм, 566. Ну и вот пак, шторм. Пак, шторм. Пак, шторм. Да. Ну это именно герои? Нету здесь драгонайта, вот нету. Нету Элдор Титана. Да, да, да. Вот их просто нету, то есть они как бы может быть где-то есть, но явно не в этой игре. Но это пак и шторм, вот тоже хотелось бы еще раз отметить. Это возможно даже квапа теоретически. Ну это не драгонайт. Вы не подумайте, но все же есть герои, на которых, скажем, потенциал мидера, такого как Дэнди, не раскрывается полностью. Это как раз вот тот герой, который мы видели не так давно. Ну и сейчас мы смотрим вот статистику команды Сигмал, не так давно показывали. И совсем скоро стартанет уже вторая карта этой дуэли, этого противостояния. Изменит ли что-то Нави сейчас вот в своей тактике? Так, ты знаешь, отмечают все вот именно англоязычные, мы тут говорим про Сокса, мы говорим еще. Как отыграл Фата? Ну, Фата на Сларке, он же был просто неубиенен. Да, он закончил Godlike, он закончил без смертей. Нет, смерть была одна. Ну его же там загнали на полторушку голды, тогда его зарезали. Отыграл он, типа, просто на каком-то невероятном уровне. Ну, скажем, из всех Сларков, которых мы видели в последнее время, это явно лучший Сларк. Потому что этот товарищ действительно катал. Там, я смотрю, турнир один на один у нас проходит по полной программе. Там жара, крики, все хотят монитор. Ну и вот, собственно, сравнение онлайн-части. Онлайн-части, мы видим, что, кстати, тут тоже очень-очень близко идут парни. Фата и Дэнди. Фата и Дэнди, да. Ну, Дэнди обгоняет, да, по ГПМу, по ХПМу, в среднем. Но, заметьте, у Фаты, Most Plate и стопроцентный винрейт на Драгонайте, при том, что... Он троллит Дэнди как-то. Да, при том, что у Дэнди, мы видим, его не видно. У Дэнди есть его любимый пак, но пак был в бане. Кстати, на паке у них примерно одинаковая стата, ну, по крайней мере, винрейт уж точно. Ну, и по игре, опять же, мы не будем участвовать. Слушай, Дэнди закончил с плюсовым результатом прошлый матч, 6-5-4. Это, знаешь, это как Ханни во Фнатик на игрокере. Да, 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 11-4-4, но, к сожалению, команда проигрывает. В любом случае, 13-1-12. Фата на Сларке, конечно, ух, перевернул. Да, зажег. Но, ты знаешь, вторая игра будет еще тяжелее. Потому что правильно написал Нес в Твиттере только что, что Na'Vi начинает турнир в своем репертуаре. Вот как всегда. Но мы-то знаем, что закончить, если они его захотят в своем репертуаре, то они будут стоять с чеком на 62 с копейками тысяч долларов и радоваться здесь через 3 дня. Ну, именно так. А получится ли, получится ли сейчас вот у команды Сима завершить начатое, вот одолеть многократных... Пять раз, мне кажется, у нас побеждали, да. Пять раз они побеждали у нас и... Я имею в виду Na'Vi. Действие чемпионы, да. Но будет тяжело. Будет тяжело в любом случае. Потому что Na'Vi, вы по первым матчам увидели, что даже какой-то один фраг при счете 1-14 поднимает зал. А что будет, если начало будет такое? То есть, да, если первых 2-3 фрага делает Na'Vi, когда они получают вот этот хайп, они получают вот этот вот трамплин от зрителей. Ну, вот это будет интересно. Первый бан Na'Vi говорит нам о том, чтобы они поняли свою ошибку. Да, что не в инвокере была проблема. Дело в бейне. Минус бейн. Будет ли еще какой-то бан, скажем, связанный с прошлым матчем? Это опять инвокер. Все-таки инвокеры действительно боятся, не хотят давать. Ну, в принципе, Фата на инвокере, он силен. Нет, он силен, да. Очень силен. Но это не Ханни. Надо матчи, чтобы один на один Ханни с Фатой месились на инвокерах в финале. Ну, к сожалению, там у нас... В инвокерах нет правил. Вроде не инвокеры, да, и Ханни с Фатой не играет. Ну, что такое делать? Это все мелочи. Ну, просто на следующем интернешнле, может быть, опять один на один турнир будет. Знаешь, мне больше всего понравилась причина пока... То есть, почему играет именно Трикси, и почему играет именно Мигель. Потому что их команда я навидит. И один на другой, да, говорят, типа, ну, команда проголосовала, я иду играю. Да, команда меня не любит. Это, на самом деле, очень такой интересный момент. Да, ну что ж, Визажа забрали опять Нави, опять Визаж. В первой игре не получился этот Визаж. Так, а в первой игре он ничего не делал, вот в чем проблема. В первой игре против него стоял Личи Фурион, которым, если он и подлетал, то он сразу же отхватывал. Да, причем очень больно. Да, там сразу же залетала Нова. Два героя против одного, как бы, рейнджовые оба, это лучше, опять же, чем один Визаж. Следовательно, он получал по щам. Ну, такое. Ему нужен, ну, нужен какой-то экшен, экшен этому Визажу, чтобы он реализовывал свой плевочек. Да. Но мы ждем первых два пика Сигмаин. Сларк Патман? Не знаю по поводу Сларк Патман. Ну, окей, Виномансер Патман, ладно. Мне интересно, будет ли у нас в пике какой-нибудь Шадоу Демон? А зачем тебе Шадоу Демон? Он хорошо подходит под Патму. А-а-а, ну да, Бэйна нет, Шадоу Демон. Ну, Шадоу Демон хорошо подходит под любой стан. Причем Шадоу Демон в последнее время как раз вот такие команды, как Сигма и еще, кажется, кто-то частенько любили юзать. Шадо? Ну, он, да, он, опять же, он хорошо подходит под их любимую Патму. А что? Сейчас мы это выясним. Думаю, минуток пять-десять, и мы уже начнем наблюдать за резней. Надеюсь, это все-таки будет резня, а не какая-то терпа дота. Я тоже надеюсь, что будет просто-напросто, ну, не такая, как на первой карте, односторонная резня бензопилой, что будет нормальные, продуманные, хорошие драки, да? Мне понравились матчи Фнатика и Альянсу. Там резня была на протяжении всего матча. Ну, видишь, а Пупей в предматчевом интервью сказал, что это были очень унылые и абсолютно атмосферные игры. Что там было с первой секунды понятно, кто выиграет. Ну, это же Пупей, ему всегда все понятно. Не, ну, это понятно. А мы с тобой тут сидим такие заинтригованные, и он сразу, пфф, изи-катка. Кстати, смотри, просто продолжает троллить Дэндика команды Сигма и пикают. У которого у Фаты, да, стопроцентный винрейт на Драгонайте. Еп! В Старладере мы имеем в виду. Да. Старладер 100% винрейт, серьезно. Ну и над Свинцеры. Второй пик. Ну, вот, ну, видите, на ваших экранах, кто смотрит на интернет, что задумалась вся команда, и не видно какого-то, знаешь, серьезного обсуждения. Да, я вот не вижу какого-то ярого тимтока. Мне кажется, что, знаешь, сейчас все, вот, Пупей взял на себя, и... У Na'Vi никогда так не бывает. У них, они когда выигрывают интернешнл и проигрывают, у них одинаковое выражение лица, всегда вот это. У них никогда нет какого-то спора по поводу пика, вокруг пика. Они могут после игры друг другу высказать, что пошло не так, но каждая следующая игра, они абсолютно собираются. Мы это знаем, наоборот, заряжаем. Я сразу вспоминаю тот самый случай, когда на втором интернешнл и они на последних пяти секундах обсуждали, кого взять на последней карте гранд-финала. Из-за Леникса, да. Очень увлекательная история. Кстати, Никс хороший герой в Dota 2, я слышал, если играть. О-о-о, так вот, а? Вот, конем. Она, если играется с Ларком, ну... Опять-таки, тот же FakingMight сегодня сказал, что это немножко переоцененный герой. И... И взял с Ларком. Он-то взял с Ларком, то есть они им умеют играть. Просто что он переоцененный в том плане, что его очень часто берут, но не надо его так часто брать. Ну, сейчас посмотрим, насколько грамотно будет действовать Сигма против этого героя. Йеп. Резерв Тайм. Резерв Тайм. Ух ты! Вот это чисто габлакобан, да? Вот такой... Ну, тут два габлакобана, да, вот с Бэйном и Деревом. Дерево в бане. Ну, мы уже сегодня... Я как раз задавал этот вопрос во время пресс-конференции. Мол, какой след оставил этот капитан на вашей тактике? Ребята говорят, что мы до сих пор как-то стараемся придерживаться, чувствуем присутствие габлака. Ну, кстати, вот видишь, вот чем классная штука все-таки пресс-конференция, то, что я никогда не задумывался о том, о чем действительно сегодня рассказал FakingMight после твоего вопроса, что мы никогда не задумывались по поводу такой действительно важнейшей части игры, как статы. Ну, статы героев, да, банально. То есть, не только у Дерева, у которого мы знаем, там, сотка дэмэджа с руки, там, на третьем левеле, который бегает, там, лупает тебя так, что ого-го, если под словом, под семечкой, под виномантером, ты все, ты погиб на сто процентов. Ну, очень круто. Да, действительно, он сказал, что габлак, скажем, расширил их взгляды на доту, на каждого героя. Конкретно, да, на использование разных героев в разных ситуациях. Ну, это действительно очень хорошо, и мы видим, что у Сигмы вроде получается выбирать пять пацанов для драки, неплохо получается. Да, да, хорошо играют ребята, они, если ты помнишь, когда, ну, MLG, Коламбус, который мы комментировали, да, когда они туда ехали, они получили злот, потому что Dignitas поменяли состав, и там столько было флеймов в сторону Адама, в сторону организатора MLG, что он позвал, собственно, Сигму, у него там просили позвать кого угодно, там, но только не Сигму, он позвал Сигму, и все его троллили, типа, нафиг ты их девятыми позвал, было бы ввозь им команд, было бы все круто, зачем ты их звал, и тут они приезжают, и... Ну, блин, это же очень классно, это прямо противоположная ситуация с MUFC на Интернешнале. Знаешь, на реддите вчера была тема, она в топе держалась практически два дня, чувак просто скинул ссылку на вау-файл пятисекундный, и говорит, вот я просто это вчера нашел, я не знаю почему, но я ржал 40 минут, и просто я запускаю вау-файл, MUFC is the champions of the International League. Ты просто ржал 40 минут нон-стоп. Знаешь, вот эта фраза, что все команды записаны были? Move, 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 move. Это была легендарная команда. Я же что-то соскучился с Интернешнлом. Соскучился. Слушай, вот вроде он был только вчера, а он был... Полгода прошло. Полгода уже скоро, лол. Да, уже совсем скоро пойдут первые инвайты, между прочим. Да, да, да. В апреле уже будет первый инвайт. Ну, обычно, да. Где-то вот в том месяце, ближе к маю, у нас и появляются первые приглашенные команды. А это значит, что скоро начнется махач, не на жизнь, а на смерть. Да он уже начался. Как бы, если в Властелине колец вот это око смотрело за всеми, то у нас есть товарищ Айсрок, который действительно смотрит за всем. Причем абсолютно за всем. Причем иногда я просто прослеваю, как он успевает за этим всем смотреть. Я тоже не понимаю, как это происходит. Но больше всего мне нравится, что все мои жалобы, практически все 95%, они фиксятся. Причем ты их говоришь по-русски в стриме. Да, да, да. То есть я говорю, что, мол, там, надо показать ПТС и после игры прибавку. Раз, сделали. Следующий патч на Каспер. Говорю, вышки слабенькие слишком. Слушай, ну скажи-ка сейчас, пожалуйста, надо срочно убрать Air Spirit. Кстати, это единственное, на что я не жаловался, поэтому, видимо, до сих пор... Ты не жалуешься на Air Spirit? Ну я вообще тоже, потому что я играл с Air Spirit один раз, он играл за меня, мы выиграли. Не, ну мне просто обычно попадаются какие-то раки против меня на Air Spirit, и поэтому я рад. А за меня раки на Air Spirit не попадаются, потому что его обычно беру я. Я главный рак на Air Spirit. И тут все сразу помидоры в меня полетели. Мирана, это как Хвост в своем стриме, ты видел, когда он зашел после игры в пабе... Да, да, и всех, кто играл на Air Spirit, и всех удалил из друзей. Да, удалил из друзей всех, кто играл на Air Spirit, но вот это правильная. Это хорошая тактика. Мирана Байсокс нас ждет опять-таки, ну и... Третий пик Na'Vi. Опять-таки, Хвост Сларк или Дэнди Сларк? Да я думаю, Дэнди, не думаю, что Хвост захочет играть подобным героям. Хвост сейчас скажет, давай мне Лайв Стилера, я пойду... Крошить лица. Мне, кстати, да, почему бы ему не дать этого Лайв Стили? Оу... Это действительно оу... Оу... Это... Это значительно упрощает или усложняет все вообще на карте, и у Sigma осталась всего на всего минута, чтобы придумать. Лучше бы они его четвертым пиком взяли, ты знаешь? Тогда бы последний банн это была бы такая истерика, а сейчас есть еще... Ну да, да, нет, ну сейчас в любом случае интересный стоит вопрос перед командой Sigma, то есть что будут Na'Vi делать с этим Виском, Будут ли они брать кого-то конкретного под него Или же все-таки оставят вот этот Слард Квист Это Пугна Что-то интересный Реально интересный пик Герой интересный, но вот только вопрос Это будет типа Личат на прошлой карте или что? Или это будет соло и трипла в сложную? Это будет возможно соло Пугна Я привык видеть в последнее время Именно Пугну на легкой линии С какой-нибудь там трипловой даблой Приставай! Вот это уже более адекватно для Нави Это же более по Нави, да? Похоже, да, на ней действительно Пейсаж вроде был, да, что-то похожее на пик Нави Ну и вот Бристлбэк это уж явно Слушай, а что ты думаешь по поводу линии Пугна против Бристла? Вот как Бристлбэк себя чувствует против Пугна? В принципе, довольно невесело Ну, типа да, Вард замаксил и стоишь Бристлбэк, мана у него заканчивается достаточно быстро Тинника забанили, посмотри, все-таки решили, что под Виспа будут кого-то брать Ну это понятно, то есть тут Дэнди Сларк Ну Хаоснайт, да, Хаоснайт смотрится Что еще смотрится? Против Пугны? Ну я хрен его знает, знаешь? Ну тот же Найкс, мы знаем, что это не самый лучший вариант Ну хотя Хвост думает совершенно по-другому Нему Найкса, да, и он пошел цап-цап-цап Ну вот сейчас посмотрим, да, что же все-таки предпримут Сигма Интернешнл, пятый пик Да, пока что по линиям, ну опять же, вариантов есть несколько Каждый из них имеет право на существование А что именно решат вот эти ребята, миксованные Миксованные? Да, ну я имею в виду, что Франция, Германия, Дания А к нам на Титре Абадон в пик залетел, но он в бане от Нави Да, так что Уберите его, пожалуйста, из пика Да, там сейчас быстренько перебьют Да, давай, нет, вот так вот он сразу перепрыгнул Как он все четко вообще, такой прыгнул Я не знаю, как эта хрень работает Я догадываюсь, как это работает Догадываешь? Да, ну, выглядит неплохо Да, мне нравится Мы же тоже пообщались на эту тему Мне вообще, я первый раз в истории, наверное, уже восьмые финалы StarLadder До этого было еще 10 Intel Челленджей с нам финалами И я первый раз целый день прошел, мне еще не нагрубил ни разу в Твиттере И не написал, не обкакал нас Что, неужели у нас все так хорошо? Кстати, да, я тоже заметил этот момент Лич Ну, опять лич Опять лич А, опять-то дисбалансная фигня Просто ты понимаешь, что Пугна просто забегает, дает декрепифа И вот это чудище морское, как четвертым левелом Луп И у тебя Ну, кстати, там еще и бласток Пугны Да Еще и StarFall Еще и задыхание, так сказать, задувание И все Да, ты убираешь Там Мидус Кентавер с четырьмя тарасками Кентавра может взять Нет, это перебор, мне кажется Ну что, варианты? Как знает, Рикимару Драгонайта нету Какая жалость Ну, Драгонайта в Битус пробрали Драгонайта под виспашку, не помнишь? Я про Драгонайта и Нави говорю Вот в чем дело Это Нюкс, 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 Нюкс пик но видно что на этот раз они пытались как-то приконтрить сигму просто чем никс его карапасе против вот это вот пика который закан тут карапасе на самом деле очень неплохо будут заезжать потому что подставляться нужно вообще под все очень много именно ауе демиджа причем мощного ауе демиджа который ты просто забежал подставлялся враг стоит там код саный но до остальной беда 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 начинает область забежал еще что там забежал и девестно ладно в любом случае ребят мы переключаемся на собственно сам матч navi против сигма ухага не тут у нас все не так просто тут ребята нас переслапались в очередной раз и теперь все вроде стала на круги своя единственная только ситуация немного нестандартная то что на бресталбеке играет не фаник но во всем остальном было более странно если пост играл на нюксе вот что я хочу сказать так что хост играл на нюксе это было бы что то настолько странное что да 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 так что тут у нас небольшие фризы говорят компьютера но у нас есть ящики на сцене я знаю они там вообще все на таком уровне жест они c3 нет техникам на сцене есть он уже наверное побежал просто куда-то надо же отмазать техников пока им люлей не вставили да быстренько там решится вопрос у кого проблемы или если проблемы или нет или меня на самом деле перед турниром компьютеры были полностью я вчера я вчера играл полностью то есть все десять компов были абсолютно полностью очищены поставил был поставлен windows новое стоит стоит только тимспик мамбл стим и до таба сам но очень чемпы абсолютно чистый да никакого хлам на них да и мы вчера играли на этих компах на этики итальянцы играли каждый жалоб не было все хорошо может там но бывают от вас каком там сервера на видеокарта да да еще какая-нибудь чушь там слетела что-то ладно в любом случае можно посмотреть нас кто-то на ком катает а действительно сокс будет играть на пугни вич я собственно пугни очень часто играет ну такой давайте дождемся когда уже закончится пауза там представим обе команды и начнем уже собственно смотреть за игрой и переживать за одну или вторую команду кто его знает с кого вы переживаете но и одной второй команды есть как и куча фанатов так и куча хейтеров и так будет всегда надо знаешь устроить голос не голосование а боление вот и хейтеров спротив да 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 типа и сейчас команда на виденов систем там хейтеры которые сидят команда сигма я ставлю на зала и там помидоры прикольно сделать на ком-то интернешн где там дониза это пол стадиона собрать дальше даже просто закидали эту сцену просто нереальный трэш на что что надо будет ну что мы ждем ждем вот мы видим сокс реконектнулся в игру дорогого ехали сигма и будем мы сейчас смотреть игру ну и наверное под старой доброй привычки представим команду начиная конечно же с наших гостей и так на на мантере играет нас fucking mad на драгонайте играет фата пас играет наличие на папе играет мигель и на пугни играет у нас сокс ребят которые ведущие со счетом 1-0 давайте им похлопаем то что играет некрасиво это сигма интернешнл так ну и сговорясь интернешнл а ну и малинистом лены и власт и этот разбойт от нави ну представлять на виду мы смысла нет никакого да 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 эти вандалы убийцы и просто лютые парни до смог вылазка от нави удалась очень хорошо и есть первый факт на самом деле знаешь мне кажется что если бы сокс не поспешил и вкачал декрепифай спасибо возможно но против пятерых но типа две секунды там подвышка бы как-то побегала то есть не такой бы безнадежный вариант а так чем blast откинул и все и кг и сразу можно писать по ff да но тут и прав наверное то есть как бы там бы еще были вариант но а потом что делать ну как потом если бы выжил кто-то визу да на своей линии там спокойненько получает опыт то есть получает быстро 2 а там уже все нормально ладно суть не в этом все то что там нами неплохо начали этот матч или кто забрал нас фресблат фресблат нас забрал визаж что-то неплохо ну и что поехали по линиям в миде опять-таки то же самое но наоборот фото играет на драгонайте дэнди играет на сларки просто поменялись ролями на топе мы видим пока пуг на вместе с каким этом против хвоста на бристаллбеке и в легкой у нас они фармящим никси чтобы это могло значить а это один из тех раскладов когда мы кажется на дримхаке до спрашивали у вас там говорит короче ладно фаник бери себе луну а я пойду где-то на nike там по фижу да тут ситуация примерно та же только никс мне кажется не очень подходит для этой роли которая ну то есть если бы там была луна например да я сказал все вопросов и не возникло я подоскал что вроде бы все прикольно все все нормально сейчас мы видим это все-таки нюкс все спланировано но тут вот может быть опять таки да опять таки вопросу возвращаясь почему хвост играет на бристаллбеке может быть ну что хвост ну не сыграл бы никси я не думаю что нюкс какой-то супер ключевой персонаж но у него будет очень быстро 6 это очень классно вот дальше уже можно творить нереально какие-то чудеса да это если вот эти самые клешни у нюкса растут из нужных мест в принципе фаник у нас агрессор знатно это и досок она сам появится вот если бы он был сейчас то был бы просто нереально маркетинговый ход но так я не гейб поэтому я не могу добавить свой сет прямо сейчас я тоже не гейб я думаю сейчас вальф просто могут начать патчить доту во время игры чтобы все повылетало и добавить мой сет это бы круто это было вообще отлично но когда-то он должен появиться ну что ж дэнди в миде будем тем временем наколядовал уже на банку то же самое с науфат и абсолютно ровненько эти пацаны стоят ну хотя дэнди чуть-чуть выигрывает и даже я бы сказал не чуть-чуть уже 12 на 5 плюс 7 1 да не хорошо начал ну и на топе вот сейчас точно такая же ситуация как было в прошлой игре то есть на топе хвост в принципе крипов видит хотя бы x2 получает то же самое там с виспом снизу никс стоит парам делим что делают вау мигеля 32 хп остается до чуть-чуть не хватает действительно совсем чуть-чуть но фаник завтра все потратил уже благополучно а что там к нему едет а фанику фанику летит бутылочка да ну решили через бит отправить более выгодно как бы да и че да там еще руну контролить надо как бы это понятно что перезарядит да но на этот раз мы видим что хорошо у фаник и лайду снизу это самое главное если если он возьмет быстро 6 кстати мне интересно как он будет дальше качаться будет ли максится импейл или может быть что-то он там выдумает нет обычно максится просто импейл дальше по возможности скорее все будут максится карапаси так как стан там все-таки не маленький на последнем уровне прокачки две с половиной секунды учитывая то что это по факту а у есть там на можно за нас достанет сразу нескольких игроков то я думаю все таки мы увидим макошный карапаси но с другой стороны там есть такие герои как пугна как лич которых можно монобернить и туда множитель увеличивается с левелом и собственно кулдаун уменьшается то моноберн тут тоже будет возможно играть свою роль видишь тут такой расклад что-то абсолютно каждый стал нужен и вот если сейчас вдуматься тут никста очень полезен здесь вообще потому что пугна у нас вроде бы один из самых интеллекта прирастаемых героев вообще не помню кто он сидит вроде бы пугна идет на первом месте по приросту интеллекта за уровень это значит что прирост дэмэджа за уровень будет ложь сам большая масса очень больно пасу рядом же мэтт есть лабис помаз 3 геля пас очень больно пасу и сотри без меня там еще его бьет на залетать минус паски суша это здесь не стрянет на сопля пакин в это сейчас правда мана не хватает у хвоста причем конкретно хватает так что нужно просто найти наверно хвост нагло поймал и пошел в соло заработал фраг да там фат продолжает в миде напрягать деньги когда ник очень сильно проседает да тут тяжеловато конечно против от пока остается дэнди но заслуга в этом только под вот и дальше на топе хвост проблемы летели на него хвост пытается спрятаться как-то сделать пауты и бы пытаться сделать посты по получится ли у него хвост улетать спокойно отсюда его убить не смогли что-то отлично 2-0 кстати да это реально проблема когда у вас есть всякие пуг на вина мансеры и лич например вы все равно не можете сбить телепорт как бы не как бы вы не старались вы все равно бессильны в этом плане ну и слово за слово а ведь жук тем временем набирает свой шестой уровень да и скоро будет весело скоро будет не весело там уже пугные дает не весело для мигель тоже умирается рассказ да так тут сейчас действительно если никс просто вот пытался пытался фаник сейчас как-то засадить им пейлом просто прохарасить лишний раз и понятное дело что если попадется как он переигрывает по тму на линии чуть не обратил внимание кстати даже роста в салат ого это как так вообще можно не но герой ты милишный вроде ну да не кстати команда 7 известна за то что она использует по абсолютно во всех ролях что в миде что кэри что флейн просто поймали сейчас даю хвоста серьезные серьезные траблы виспово вряд ли сможет тут выхилять про там стики пошли у и как же больно тут наваливают по соксу сокс выживает перешек уроки встрял самое главное в этом все что выживает хвост и умрет ему нет не с кем тянутся ему надо чтобы там сейчас вар поставили и все уроки правда поворачивает правильную сторону но его все равно убивают и есть первый фраг команды сигма в один седьмой минуте да ну и пока что смотри 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 у нас тут попытка убежать по отлично попадает фаник блин просто невероятно честно играет здесь мигеля он конечно не убьет но понервничать он его заставил основательно если там правда пупи чуть ближе был буквально там на пол экрана ближе верать все мы увидели плывочек такой сочный накатанный ну и может быть даже по отма погибло хотя там первого уровня пока только плевок пока маленькая затишье ничего не происходит я хочу передать привет всем тем кто нас смотрит прямо сейчас в интернете ну что буквально минуту назад настало ровно 100 тысяч привет народ спасибо вам что вы все здесь да приятно осознавать что такое колоссальное количество людей наблюдают за доткой но еще один я атак на фату проблемы есть первый телепорт прыгать дэнди фату здесь же у нас и пупей фата живет до конца стрела тропадает к уроки фата может забрать к уроки к уроки ель по нему уроки умрет так уроки погибает дэнди там тоже правда под ядом а еще и визаж тут отъехал за компанию с куроки два в один неплохо учитывая то что тут была по так который вроде не самый бесполезный герой то хорошо хорошо сегма разменялись 3-3 сравняли счет все хорошо на топе на топе хвост напал на сокса и сокса траблы или же или же не траблы что происходит да ладно это просто жесть как там это пугно выжила это просто грязь и хвост погибает я специально ничего не говорил потому что там просто пол пикселя на работа в реале каждый пиксель был ваш то есть стоять на месте или не стоять ли да 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 сокс дистанцию держал очень четко он поставил как будто чувствовал где находится хвост и действительно грамот отходил подходил правда пару раз мы все-таки досталось лишних и результате мы там был уже просто на last hit но мы видели результат очень очень круто забрали 4 3 дэнди дэнди миди которого по косметике нет здесь один фраг у дэндика все окайно да не действительно проблем пока никаких нет там всякие бутылочки тапки уже грейжный стик про мэншилд рудинюшка потихоньку капает крипстат он тоже вроде себя чувствует неплохо так что они вообще все более-менее хотя смотри вот общей графики мы видим что разницы между командами пора в принципе отсутствует да но копейки как бы там макс пока это одну тысячу тысячи это уже хоть что-то да на 9 минуте это более-менее да 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 но все равно на пятерых игроков то это сумма не выделяется если конечно кто-то очень сильно в соло не просто это это в принципе это один фраг втроем сделать и 1000 xp точно будет так ну и 9 минут за нами 4 3 и успокоились с нами поначалу были какие-то экшены я жду действий от от собственно от глеба да глеб липатников должен сейчас идти и вот нюкс нюкс не важно как не важно куда но он должен идти потому что это такой герой это не луна это не гирокоптер это не те пацаны которым надо стоять и фармить а даже если бы него была возможность стоять и фармить этот герой предназначен просто всем своим я для того чтобы нагнетать обстановку да для того чтобы пройти вот смотри вот мигель стоит и у него обстановка нагнетается в плечу самым ярким образом четко да 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 тут все все очень грамотно делается команды тоже прекрасно по сути понимаю да против кого они играют и что нужно делать против некоторых героев и возможно именно с этим связаны действия нави потому что вроде ты как думаешь что все кайну тести не герой а там на сентрики 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 везде но смотри же много не натыкаешь можно заходить стандартных каких-то подходов потому что самые короткие пути они обычно как раз таки и блокируются обычно от самой короткой пути всегда получается самим правильными в доте если слишком много выдумывать получается это когда как знаешь это если ты ленишься особо там вардирует взялся и воткнул там где-то вар на стандартном споте и все и стоишь радуешься ну что ж а в виде очень хотят забрать сейчас парни из сигмы есть уже и форма дракона у фаты будет на видеть нет на винид птички прилетели пытался как-то фаник докопаться до кого-то докопаться у нее не получилось что после временем 6 левел еще не взял даже в это время как ник свалил с линии сильно упал прессинг спот мы а мы помним что патма делала в прошлом матче на что по собственно будет способна в этом пока мы не можем знать но я но она начинает как-то развиваться то есть да когда никс набрал что было у него было 9 крипов то есть это шутка было действительно было смешно сейчас уже там порядком больше и сим это продолжает пушить продолжает просто давить а у нас драгонай там делают это очень хорошо вообще отлично то есть и подойти довольно тяжеловато инициировать драку тоже тяжеловато и посмотрим что это будет фаник фаник копает на сокса проблема огромная сокса тут ученик залетает фаник а фаник умирает сок живой и в итоге только минус фаник нет не только минус фаник там смотри серьезные проблемы у фаты фата отъезжает соксу тоже может сейчас умереть отличный демч он вписывает но сам-то он погиб а завершить драку банально не кем все хорошо делали сигма но в итоге попали их не было в ситуацию да помала вот в чем дело не было под мы не было вина мансера ну вен вина мансер он как бы и был но ульты например его не было в тот момент было удано и ультимативная способность как деньги странный предмет кажется не есть вот их уже нет да такая же история сработала 5 5 12 минут абсолютно ровная игра ну и вот а ты где-то чуйкевич работает слушай бывает что это это турнир один-один нас летит варенье там одна ноутбуках от asus ясненько борется борется пацаны все равно финн четверть финале с фаником играть кстати я совсем забыл про конкурсные части у нас ведь во время гранд-финала будет разыгрываться на фанбете к хайпад да собственно этот и гейминг бэдс ком будет разыгрывать на сайте также один разыгрывается который может выиграть вообще каждый не обязательно находиться в арене да так что в воскресенье да и не только воскресенье сегодня завтра будьте на и гейминг на и гейминг бэдс ком с нами шанс выиграть айпэд на большой хорошей штучка айпэд 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 не ну ты что это клёвая тема и шпили на проблему здесь фаты первый стат дэнди угрызается вот как неприятно сейчас купею купей и проседает тут на ход капнул собственно фаник в итоге мы видим ничего не получилось только от плюс 100 голды заработал фата на это или плюс возможно даже плюс 200 там про и перевызла все-таки перевызвал действительно тут у нас смотри что происходит партизаны да 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 амана то горит амана то горит рубанула да кстати помигали сразу же мол враг дейнджер ахтунг но почти почти веселая была ситуация кстати какого левела у нас вардец третьего да все правильно просто одни какого и толку никакого нету время замокшенного только исключительно в некоторых ситуациях вар замокшенный он реально валит это просто отлично будет собственно заюхать кого-то там просто буквально снять себя таргетом на некоторое время себя сларк какой-то месяц полезная штука безусловно но от замокшенного если есть выбор между вартом естественно я голосую за вард написать опять петицию за варда петицию за варда нынче модно стало писать петиции по любому поводу все петиции просто что-то не нравится пишет птиц а нас намечается экшен птицы взлетают видят что происходит нас на рошане пролетели мимо уселись застанили двоих рошана меньше уже половины хп и может быть будет веселый экшен начать самой главной птицей расстрелить птицу что-то отдает просто куроки лол что это 200 золота здрасте причем для драконайта просто подарил 200 голды абсолютно равномесие а вот драконайта между прочим я очень покажу что тут происходит и вот это просто невероятно какой только что был нереальный импейл от жука и нави просто в салат разносят в начале драки 4 но про 4 2 ну там еще байбэйки были если что да тут сашкевич погнались сашкевича фаник опять копает паник на этот раз ему тяжело будет отсюда уйти фаник пытается фаник секунда кулдана и фаник кара пассива хорошо но тут опять же было все достаточно читаемо и там проблема в том что рошана тянут время но очень опасно все битые нави и пытается до конца дожать все-таки сигма и на варду долго еще стоять вот в чем дело поэтому дальше нами не пошли и играет рашки рошана забрали именно сигма драк была просто жесткая вообще как-то нереально опять же байбэйки тут сделали свое дело да сделали да байбэйки и целый тир один tower это сделал байбэй драгонайд сделал байбэйки пугно сделала байбэй 3 байбэйка у нас было сделано просто последний драки надеюсь на фаник под коп по троим это конечно что-то с чем-то было да пока был просто невероятный и за счет именно этого им файла начало драки было выграно ну просто в салат и я такс 9 7 я посмотрю пока у нас 16 минут 16 фрага график я смотрю по графикам все опять же весьма неоднозначно стоит отметить как по опыту так и по деньгам если преимущество есть какой-либо команды то она не является каким-либо решающим все пока очень ровно в принципе мы это и видим мидия на паре на сокса копнули минус мана пупей плевок не файгис алипо и забирали здесь у дэнди есть паунс в принципе все должно быть ну и видимо эггис абсолютно на халяву потерял сокс опять-таки хорошо реализовал свою вендетту фаник опа атака на дэнди сейчас я просто не знаю зачем фата начал эту атаку прямо сейчас это мог его ждать до полторы секунды и вполне вероятно денег обзабрали хотя опять же там паунс торт пак ты зацепить их сложно да сочи мы видим как и хвост вместе скура пытается забреть довольно быстро товар но не получается косты хвоста хвоста есть уже вангвард есть также у него клоака и знают они что в миде пятером сейчас парни из сигмы забирает товар на вид ну и что будет врыв или нет ну вот мы видим очень далеко дайди отсюда у него нет и по этому врагу это будет не касается на весну решили не рисковать в связи с тем что сейчас можно проиграть драку и потерять целую линию вместо того что просто посидеть на хайграунде уже куда идут сигма копнул 1 за минус манировал сушая сигма то но там пока форма не закончилась особо отступать смысла нету можно еще похорасить вышку вышка то просто из-за конца формата можно получить без по в табло не ну они-то контролируют время я думаю когда должна закончиться форма там это время кстати на топе развлекается хвост и к уроки так было что-то интересно микс просто умер мигель его забирает прыгнул дэнди где где бис бис не прилетает плетать только сейчас купей дэнни там еще прилетел и остается хвост один просто один визаж умер хвост пытается убежать отсюда улететь через четыре секунды выживет лет хвост да хвост тут выживает хочет улетит обратно пошел ульт под мы и обратно только уроки да ну и в итоге просто минус фаник и ими вообще упустил тот момент карьер гипникс это слишком быстро произошло да я я чуть как-то не понял где он у меня только потому же надпись увидел думаешь просто умер мигель стрелой его накрыл любом случае два минуса очень быстрых сделали парни сигма и ушли до 3 того расхарасили на половину просто собрали т2 и убежали да как-то хвост вместе с уроки запушить вышку но у них то плохо получилось мы видим вышка практически фуловая в то время как здесь действительно очень очень серьезно постарались ребята и сигма ну и не будем забывать про то что дк со временем хуже не становится ведь будет нарезать все больше 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 там тоже появятся всякие сплэши если вдруг команда себя еще догадается собрать его немного дэмэдж то серьезные проблемы сейчас мы видим поймали пугну хорошо тут разобрались вот третий моноберн 265 урона по пугне которая по сути без айтемов вообще но я имею ввиду на статы у нее нет айтемов но потом будет по 600 лупить просто если это дойдет до лейтагра более там минуты до 35 какой-то хикс появится да еще какая-нибудь чушь то там до подачи будут очень сильные что 10 9 нави пока впереди по деньгам на проигрывать по и спиной выигрывают ну то есть принципе баланс хоть какой-то есть на панет ворсу да и немножко впереди по ты там дальше цепь мигель пожалуйста патма который было просто ужасней же начала третье место панет ворсу сейчас папа атака на хвоста подоход успевает упринута ловит стан он сейчас от ищи стрела да ладно вас на подкидывает и вы выживая крутая красавчик уроки спасает хвоста сейчас санта к уроки может уроки вернется сюда один понятное дело да ну в любом случае хвоста то он спас и это важнее всего да 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 еще прям наливают наливают у него а теперь вопрос т3 гитый глифа нет форма то есть вот в чем дело есть форма есть пугна что еще нужно для счастья ничего не надо варды виноваты 2 да очень 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 такой веселый момент сейчас щепки ли момент для команды на вид надо им все правильно сделать смотрите фото залетел начинает бить товар товар уже горит и но там что там все подходит 33 с бластом смотри его вышка теряет там по пару суток и буквально и ничего не могу сделать нету виспа очень страшно висп через три секунды товар упал пугна забрала пугну пугна умерла дэнди прыгнул дальше дэнди дерется до конца чайник полетел дэнди в птиц дэнди в птиц дэнди в птиц да ты что вот это да такие эти птицы были подставные это просто жесть они так только что подпортили жизнь дэндимону да он спокойно он бы даже убивал еще кого то но птицы летели возле него и чайник просто да и они просто пасовались между собой периодически отдавая мяч дэндику дэнди не справился с таким снарядом и размен один в один 11 11 счета 21 минуте нету т3 товара у navi а на просто попрутся ли сигма сейчас на бараке но это довольно будет рискованное решение с бараками да история хотя это все вранье после последнего патча с бараками история ровно та же стоит что и с вышкой не так давно побил ранжевой да именно живой барак я слушаю как обычно люди в твиттере пишут захожу на стрим там каспер обсуждает рейнджевой барак значит все нормально но то что надо но зашел туда куда нужно так блин нету дерево барак не регенится дошли барак получили преимущество на линии линия уже пушится по дефолту она как бы сильнее все такое пошли доставать другие линии все не два секса абсолютно правильно то есть в том что будет глип уже на следующей драке скорее всего но это да это не будет виза тема но тут же просто идет скажем главный акцент не на то что они зашли и за один заход снесли а за то что они вот долго стоят его мучают 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 в результате строение падает за смотри мы видим сейчас уже в миде фата уже в миде оба рады а тут задул спалился четкий смог ну нормально и ребята сигмы будут пытаться сейчас что-то придумать ну что же давайте понаблюдаем что сделать украинская команда в этой ситуации отбиваться будет тяжело но хвост пока без футня зато хвост нормально у него поднорожка вот это вот это вот интересно да да это всегда интересно сейчас выясним будет ли это результативно хвост или только интересно пошла драка врывается на сокса у сокса проблем сок собирает моментально полик тоже умер пошла драка хвост включил блейдмайл уже закончился патос дд каким-то образом оказался и проблемы огромные так же у деги сейчас но и погоня идет за пупеем пупея будут знать дальше или нет там на куроке сейчас немного переключились куроке байтит на себя затуха офигительно зато стат и фата продолжает расстреливать вас а здесь ультимейт от виноватера хвост включил лаймайл второй раз за драку есть байбек от миспаток что он поможет да и не может байбекнуться в итоге размен 3 в 2 и нави отбились ну именно да что отбились на самом деле там сигма они то понимают что хвост танк и что его не надо бить то опять начинает его бить вместо того что метели более тонких товарищей ну и хвост там тоже немного рано залетел со своим блейдмейлом ключом именно поэтому у него еще хватило второй раз его прожать такое ну что ж 13 14 по прежнему счет в пользу гостей по прежнему счет пользу команды сигма но мы видим что драки дается довольно тяжело а вот этот интересном айду сейчас перелетела вещица вот это очень интересная вещица это в подтверждение то есть супер стратегии я как раз сейчас показываю графики что нам опять говорит не работает стратегия работает как надо да 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 джоу барак не 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 ну ты абсолютно прав то есть тебе надо будет написать просто книгу у меня до трехтомник джоу и братика правила и еще что-то там для чайника для чайника как убивать или как мы убивали рейнжевый барак авторство романа лепёхи на 1014 год вы давны с ластой а баба голомага баба голомага накатаешь ну что же смотрим что дальше будет происходить принципе вы абсолютно прекрасно понимаете что происходит сейчас матчи и все буквально висит на волоске судьба всего висит на волоске то есть вполне возможно будет сейчас какая-то одна грубая ошибка при сегмой на этом игра закончится или же наоборот дали бы же наоборот то есть все очень хлипко хоть хоть и у сигма есть преимущество у них есть шанс на ошибку да потому что 6 тысяч голды преимущество это довольно важная вещица и как бы нельзя его просто так растерять что что нельзя это понятно да опять же опять же интересно команды как будут дальше себя вести будет ли они контр-выпад какие-то делать нави же страшно ну так навис вообще нет шанса на ошибку то есть нереально тяжело играть когда у тебя просто нет шанса на ошибку а ты просто должен что-то ты должен выиграть сейчас все было очень близко до часа очень нереально просто повезло всем скажем так не знаю кому больше скорее всего больше повезло нашему львовскому игроку да 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 именно так потому что там ситуация была крайне напряженная когда не появится бкб это будет намного круче но когда он появится вот вот вопрос когда-то когда-то да серьезный ответ бкб очень сильно упрощает задачу нереально вот как надо фармить эншентов не но это да я видел а теперь давай поговорим о чем задницу и все и на этом вопрос закрыт то есть это все победа из виктори ну что пять минут нас практически ничего не происходит нас тишина спокойно это те самые войны между рошанами знаешь когда все боятся совершить ошибку и рошан единственное что дает уверенность команде той или иной которая естественно его заберет ну кстати говоря о нем и опять же супер нереальное тактическое преимущество у сигмы это тир 1 вышка да это тир 1 вышка стоячая и понятное дело это дайр и ну окей нави есть висп то есть по сути это то же самое что телепорт на тир 1 вышку но не углевала там то пять героев могут прилететь вот ну да 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 вот первый уже летит вот проблему хвоста тут же вниз стан будет давать не реально классно все сделали сейчас и минус хвост и минус хвост отличная игра да и неужели это вот та самая ошибка сейчас от нами которую все так боялись но у хвоста есть денег на байвак поэтому это не то сейчас мы посмотрим да 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 может это или нет французско-немецко датская команда идет заканчивается опять же заканчивая четкое понимание происходящего это ровно то что начали убивать виспа хорошо по двоим скоропасть и фаник минус тут ультанул веноманзер проблемы пупея хвост побежал в драку где дэнди пупея издрили моментально дэнди уже ушел из драки хвост остается здесь там птицы сели хорошо кстати сели птицы по троим они попали но опять же нави не продолжают драться потому что они в меньшинстве и и птиц потеряли птиц потеряли вот это досадно и новых птиц по-моему нету а понятно нету потому что в таверне побежали некра есть бласты проблема огромная барака в команды нави есть глиф стоит ли его юзать вис прилетел надо будет драться без визажа каким-то образом каким образом неясно станом нет прыгать фаник получает тот же стандапла минус фаник моментально моментальный стан какая невероятная реакция только что была и действительно четко четко слаженно тут все проделали минус два барака уходим домой отдыхать сигма то причем фаник сам себя толкнул западник сам себя то больше я вот да я просто смотрел у кого еще возможно его типа толкнули враги и тогда в этой реакции нет ничего интересного но это фаник сам себя толкнул да поэтому они очень очень быстро реально среагировали это было круто нету мида у нави и все происходит да что сейчас нави надежда на победу становится надежды то они остаются шанс все меньше и меньше да естественно на графиках то тоже все очень сильно отображается и по деньгам и по опыту уже по опыту да уже по конец переломили видим даже этот самый переворот еще и рошан у нас погибает пугна забирает кстати а игис погна 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 из лавана кстати ну и тут вторая пачка некров да и я так понимаю сигма не собирается останавливаться на достигнутом да это абсолютно верно как бы у нави пока еще не ну хотя вот у дэндика появится сейчас один довольно важный артефакт а погоди там сейчас появится немного важные артефакты команды сигма причем маличистве чуть более до превосходящим там он летит курьер сейчас и курьеру не кружевки мы там летит этот поворот форстафы дезоляторы много чего летит и сейчас этим всем придется как-то не знаю отбиваться отбиваться ясно вот и не пытается 2 забрать на топе и довольно много у него времени на это уходит но т2 он конечно заберет и в любом случае скуроки и драку подлетят если надо будет можно даже пытаться еще подпушить вот у кошака появляется дезолятор да вот просто дело в том что может быть поздно если они вдруг залетят мне кажется что придется сейчас уже отправляться на базу и так и делаю клип есть да ну что же хороший кстати появляется у хвоста возможно хоть как-то поможет пуглые полманы просто пропала драгональдс там хвоста пупей пупей гейлим не попала fucking mad вот и хвост начинает заходить ловит сразу подачу с дезоля ой-ой-ой-ой как же он сильно просил от некрономикона посмотри что происходит хвост пытается жить прыгать попасть этих вас там ухилю проблемы могут быть у под мы но нет проблему под мы нет проблем вообще у сигмы да еще тычка залетает пока уроки это уже минус 2 сделал на этом мне кажется все закончится потому что бкб уже нету нужно просто бежать отсюда куда-то 4-3 размер получился сейчас но дэнди один в дефе нету байбеков и падает сейчас бараки падает вторая линия у команды нави дефом это сложно назвать фантастика нави находится сейчас реально в шаге от вылета от вылета в сетку лузера а вещи никогда не прыгали по полуфинал венеров на стал адрес они всегда были к минимуме на леверу по моему не всегда даже играли гранд-финале с я вот не помню да когда с альянсом сезоне да я тоже не помню как было в любом случае продолжается закупаться сигма продолжает закупаться и ну пока что стопроцентный венере на драгонайте работает да да кстати опять таки вспоминаю про драгонайте опять-таки вспоминаю про стопроцентный венрей действительно же работы ну и 30 это самая минута который мы говорим уже четвертый матч подряд и четвертый матч подряд у нас на 30 довольно нестандартная ситуация довольно нестандартное положение вещей что же будет дальше да но и графики ринулись очень сильно в пользу команды сигма с недавних пор по опыту тоже по опыту вообще просто нереальный камбэк так у нас там висп залетел на топ но очень быстро оттуда успел эти мигель продавца кинвэта сюда не ушел да и не поймал в ухо стрелу еще убивает уроки еще . залетает секунды не хватает улетает у нас висп ну раз валяется кстати и ген изменяли опять-таки фаника изменяли его на вина мансера и к уроке ушел там за 5 хп до сих пор висит просто эффект изолятор будет боже как больно не бейте меня пожалуйста никто больше мы себе не хочешь денег не бил можно просто под фонтаном стоять примерно периодически за это драку хватать пацаной и ну так что лавана как-то взять на что если ты не возьмешь ты не сможешь это делать не знаю не знаю сможешь рядом с линией level up six да и все если все было так просто я был бы чемпионом доте два доте два именно что же на топе мы видим код фата тут же и сокс и ребятки идут собирать последние два товара не понимает что надо заканчивать сейчас нельзя давать на вид единого шанса а когда в пятером под блин какие же чайники залетает от лича в этой игре и просто вот я вот каждая драка на кажись более-менее ровный но потом туда влетает чайник и все ну там просто дело в том что юнитов мало там нету никакого фариона и не знаешь куда бы все это уходило да там есть птицы да если чайник улетит по птицам то это просто как вот я не знаю благословение какое-то единственный шанс за даре на рифове все драться как драться две птички все две пачки третьих некро проблема хвоста начинает его нарезать не крах вот проседает очень сильно хвост неужели он умрет здесь хвост нет выталкивает участам а там уже умер пей там кстати умерли и умрет умерли и планика файты посмотри фокин мэтт поставит очень сильно но дэнди ему просто с руки отрывают лицо и это гуд гейм был плейт вау вау еще раз вау сигма просто офигенно отыграли оба матча у меня просто нет слов действительно сигма вы видите как довольны ребята они уже минимум топ-3 у нас будет просто невероятный матч на вылет завтра на вифнатик на вылет да это очень серьезная заявочка от сигмы но действительно они сейчас немного пополнили свои карманы да ну ребята уже минимум гарантировали себе 18 тысяч долларов сша за третье место там за в 4 12 до 4 12 там 6 тысяч выиграли по сути да 18 тысяч долларов уже себе гарантировали ну конечно отстали на шаг ближе 60 тысяч долларов увидите рукопожатия от команд друг друга они благодаря за игру в любом случае это было что то вы знаете это было действительно что-то сокс сок завалит так все того же самого естественно видим что нави не могут быть довольны собой у нави нави сегодня будет веселая ночь нави надо обсудить что же произошло потому что завтра в 4 часа дня здесь 4 часа дня кто-то из пары navi фнатик вылить да и а блин мне не видеть если мне сказал кто-то что проиграет ну как бы блин в принципе вероятно это было у нас понимаешь у нас лан финалы всегда могут быть неожиданными у нас постоянно какие-то перевороты у нас операторные сигналов например да который там просто всех по уничтожали они кого они оставили они virtus pro кажется обыграли обыграли тоже тогда было и квантиков на тот момент который покинемает написал давай gg просто давай gg давай gg но я думаю что сейчас наиболее адекватный анализ этого матча но могут предоставить наши супер я очень хочу сейчас послушать и на это вот просто вот здесь спалером вот почему они проиграли это правда что произошло как так в чем чем основная фишка в любом случае на аналитике собственно на послематчевой аналитики наша сегодняшняя трансляция закончится ребят и мы с вами уже вернемся завтра завтра у нас не будет присматчивать перед предматчивать конференции да как сегодня были при турнире завтра мы с вами просто входим в прямой эфир начиная с 15 30 по киеву еще раз напомню что завтра в 16 по киеву сыграют набив на тик на вылет субботом мама дорогая варенье рекомендую вам быть пораньше варенье двери откроется я думаю где-то часам к двум то есть часа за полтора до матчей вы сможете уже здесь быть вы сможете попивать пивко а мы здесь тоже конечно же будем можете прийти нам сказать привет можете нам принести что-то в подарок он стасяну какую машинку подарить огромное спасибо пацанами запорожья два таких парня с чувством стола респе подошли красавцы приехали поздоровались подарили машин доволен стасян играет ей дома все отлично вот вот так надо приезжать варенье с машинками для стасяна это правильно ладно в любом случае напомним вам еще раз результат сегодняшних матч 20 собственно команда альянс переграла команда фнатики 20 07 мы переграли команду нави мы сейчас дадим слово собственно ивану который мы видим стоит собственно спад а и задаст буквально два три вопроса чтобы узнать как же настроение собственно факт а мы вернемся быстренько к нам и наверное будем заканчивать день да давай вот слово тебе спасибо виталий соу и just stand with father you just won the strongest opponent in kiev i guess navi do you feel confident right now or was that victory is some unexpected i wouldn't say it's unexpected we really trained hard for this we we analyze a lot of their picks and just try to prepare and be able to out draft them which i think we kind of did in in the first game at least and other than that yeah i'm just really happy right now and yeah i'm confident we can go further but it's going to be really hard we've got alliance next and that's going to be just as hard and hopefully we will try our best for sure at press conference you said that there is a hero who need nerf was it slark no it wasn't it was actually invoker but it's gone it was banned two times and yeah maybe where we we get it in the next game so opponents get in in the next game my opinion it's really really strong and uh and i think navi agrees that's why they banned it okay and any last words um shout out to the to the sigma fans of course and everyone supporting us shout out to dota sauce german dota for room and yeah that's about it and shout out to my team of course thank you что же это был фата он сказал что в принципе он готовился к этой победе то есть это не было какой-то неожиданностью для них то есть они к этому хорошо шли у них были заготовки задумки но они действительно очень положительном духе сейчас находится правда им завтра против альянсов сражаться что тоже очень тяжелый матч для них будет ну и я спросил сларк ли тот герой который должен быть по нерфе он сказал что нет это не он это инвокер и что он очень сильный ну и в конце он передал собственно привет и всем фанатам ну а мы уходим на небольшую рекламную паузу и возвращаемся уже с нс-ом студия аналитики увидимся пока до пожелаем всего самого наилучшего скажем что пожелаем вам приятного вечера пятницы пожелаем вам спокойно пересмотреть наверное воды на же пожелаем вам зайти на наш youtube-канал youtube.com.slash.sl.tv нажать подписаться зайти в наш twitter.sl.tv подписаться twitter каспереоныш twitter вейдин лад подписаться миста факер конечно just ns просто подписывайтесь наши twitter и следите за нами в соц сетях ну и конечно же dota2.starader.tv катайте фасткап и даже мы катаем фасткап правда не совсем удачно но мы катаем безуспешно безуспешно очень сильно безуспешно ну сегодня для вас матч комментировали велат и каспер и мы передаем слово нашей студии аналитики где собственно факер и нс разберут по полочкам вот это вот наверное все таки сенсационное поражение команды на уже да уже сенсационное потому что первая карта она по сути ничего не решала но вот после счета 2-0 и уже можно говорить о каких-то выводах о каких-то лузера таки именно лузера завтрашний финал мы не будем называть финал нижней финалу лузеров да именно так мы с вами слышимся завтра совсем скоро я только что закончился матч на весь сигма вообще опять не угадали мы с тобой и причем не угадали опять с разгромным счетом сигма очень удивили всех нас ну и вот это видно по крайней мере хотя бы по первой карте ну что можешь сказать про матч могу сказать что если вы хотите выиграть что-нибудь надо ставить не так как мы говорим судя по тому что происходит пока а про первый матч еще можно сказать ну сигма как бы тотально получилось что переиграла на вина первой карте там вообще почти не было шансов то есть у нави немножко странный пик был да то есть это сирена не то чтобы это плохо например я тоже считаю что сильно не самый плохой герой в харде но во-первых такое ощущение было что фаник не очень опытный то что мне кажется он мог бы более агрессивно там действовать пускай чуть больше рисковать но хотя бы не быть первым уровнем там на пятой минуте может быть даже умереть там где-то раз но иметь тоже какие-то какие-то вещи они ну он просто совершенно чувствовался очень плохо и то есть этот вот какой-то не совсем внятный пик от нави такой непонятные плюс абсолютно ну раскачка героев это да это тоже можно сказать тоже еще но интересно и опять же в своем стиле отыграли здесь ребята из сигмы не знаю имели ли они ввиду сларка на медиа что его надо там фиксить или это но я я сбрал интервью у фата он сказал что это инвокер которого надо фиксить инвокер ну вот не зашел инвокер зато зашел отлично сларк на первой карте фата отыграл там пускай не идеально не кристально чисто были там какие-то и паунсы мимо еще что-то мы посмотрим в общем и целом очень здорово и то есть этот старик реально сделал ну вот части игру нави конечно пытались потом огрызнуться уже где-то там ближе к концу середине как-то они там проснулись начали пытаться использовать эту комбу сна там плюс скил и и даже начало получаться но уже перевес был очень серьезный ну и опять же таки вот как-то мы бегло я сказал про раскачку что можешь сказать о раскачке вообще той же ноги item build там нога через меку причем без сетки до 10 лыла непонятно немножко непонятно мы когда конечно смотрели игру первый был вопрос как бы почему фаник качается без сетки на ноги максит иллюзий и ну как бы максит иллюзий качать рептайты не вообще не качает сетку даже на единичку учитывая что это отличный как бы стан да ну не стан дизейбл очень хороший ответа на самом ли не найти потому что единственное логическое такое объяснение почему так можно качаться это рассеивать ульт леча этими иллюзиями но если честно ульт леча одинаково убьет что иллюзию первого уровня что там лизю третьего например учитывая что у тебя нету артефактов ну да как бы какая разница то есть не очень понятно в чем была логика но я не думаю что это сильно прям зарешало сильно зарешала немножко игра как играл фаник на мой взгляд потому что ну вот этот первый уровень там на пятой минуте это действительно плохо учитывая что ну получается из игры вышло что сигма у них как и правильно вела с каспером отмечали по ходу игры у сигма были все линии активны на всех линиях все герои получали опыт деньги что-то а у нави получилось что одна линия выпало полностью то есть вот ну хард линия где стоял фаник один он вообще ничего не мог а линия где стояли у сигмы личи фурион она стояла чуть ли не лучше чем три план ави вот собственно отсюда начальный буст такой серьезный который сигма получила потом реализовала но сейчас давайте посмотрим собственно сравнение игроков первую очередь это хвост и сокс хотелось бы так сказать сравнить этих двух игроков вот отличная александра 11 вот кстати мы с тобой отмечали очень часто что вот проходит какой-то замес и вроде он идет идет и вдруг хвост умирает причем непонятно где и это был неоднократно то есть то он бкб не прожимал то еще что то же время сокс отлично отыграл 12-0 ни разу не умер ну и принципе да конечно статистика здесь красноречиво но в принципе что тут скажешь это ну в игре был счет такой что так уж все-таки не в статистике это дело изначально но по итогам сокс отыграл очень здорово эту игру на потме у него были очень классные артефакты во всех драках он был в нужной позиции и у него отличные стрелы залитали кстати говоря по ходу игры в то время как у александра игра конечно не так пошла до были моменты действительно ну там элементарно показывают одну часть как бы драки драка там разных местах происходит и мы даже не видим но как-то уже хвост уже где-то умер то есть его быстро очень забирали действительно хватало там 1 ком с ларка или вот одного как раз таки там сокса на потме который если его встречал один в один то он его просто убивал вообще без шансов все что мог сделать хвост там включить бкб и попробовать убежать это у него не всегда получалось потому что доминация была очень сильная уже там ну и сравнительная статистика двух мидеров команд это фата и дэнди то есть в принципе на него отыграл ну для своей команды для той игры неплохо у него даже положительный счет и пытался он сделать максимум выжить максимум из того что происходило и даже там был один переворот с участием дэнди где он там один из последних выживал на низу ну мы посмотрим на но вот не пошло ну а вот эта статистика в свете того что в следующей игре они поменяются да 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 и посмотрим как изменится но здесь конечно ну как бы эта статистика на опять же в принципе отражает ход игры то есть очень сильно доминировала сигма поэтому конечно их с ларк соло мид у него отличные статы и он ну убивал ходил зарабатывал деньги убивал людей ему было абсолютно пофигу что где кто а дэнди он конечно не мог себе такого позволить потому что были проблемы потому что приходилось обороняться все время но дэнди неплохую игру все равно провел действительно по такой игре но фата он ну отчасти из его действий очень много успеха сигма в этой игре потому что был отличный момент там стопы его в начале на левую вышку где он дадут сделал пару киллов но мы посмотрим этот момент решила хорошо тогда от первой игры перейдем ко второй что можешь сказать про вторую игру то есть там как раз поменялись ролями игроки дэнди и я имею ввиду и фата ну и в целом вот эти некра неожиданные то есть тоже не совсем понятный айтем бил того же сокса который там начинает одно потом заканчивать другое тот же фата на dk с мекой что я вообще первый раз наверное вижу на dk с мекой это такая немножко инновация в том смысле что просто дк не очень идет меков за то что у него маны маловато ему еще мек 150 маны стоит у него монопол там 400 ему надо там стандарт ну да это было видно когда ему один не было что не хватало просто маны но тем не менее фата справился ну что сказать я не знаю мне кажется что какая-то доля неудачи вот в этой конкретной игре было в том что пришлось купе играть на визаже не то чтобы пупе плохо играть не за же этом да но все-таки у навек уроки играть на визаже там ну всю жизнь это его там чуть чуть ли не там не топовый герой вообще в наве там рубик и визаж к уроке все время рук визаж рубик визаж и частенько к уроке игры тащит на сон на визаже на этом очень здорово исполняет там отличные статы отличный контроль все отлично пупе конечно отыграл неплохо но там были моменты действительно где он где-то не до играл там птичек не доконтролит куда-то сам залетит но непривычно видно что не очень много тренировался а так получилось по пику что и пупе и к уроке ну точнее два суппорта оба героя к уроке и висп и визаж ну и так решили поделить что куроке сыграет на виспе а пупе и на визаже и вот но не вышло все-таки у наве очень сильные суппорты и большой процент успеха как бы всей команды в том что пупе и с куроком очень классно все делают а когда кто-то из них отыгрывает не очень классно а просто неплохо да там хорошо то ну сразу это отражается и на результате частянка ну и сравнительная тогда статистика для начала посмотрим как дела обстояли у хардлейнеров это фаник и мигель то есть в принципе они по игре шли более-менее ровненько даже в самом начале фаник ну очень хорошо отыгрывал и перефармливал мигеля просто раза в два но вот потом как мы видим опять же таки игра пошла в сторону сигмы надо но это опять же как бы это статистика не о многом скажет потому что сигма пушила и добивалась успеха в пуш у них получалось они постоянно выходили из любого пуш с каким-то плюсовым размером ни разу не было такого чтобы нави как-то отбились с плюсом то есть сигма сюда приходил забирал тавр и делал еще размен 3 в 2 в свою пользу забирали троих теряли двоих а это огромные бусты то есть ты после каждого такого вот такого вот мува забрать тавр и забрать ну и размять 3 на 2 ты получаешь там пару тысяч голды и там и сколько ты экспы и сигма так вот у них получалось так вот складывалось что они так много раз сделали за игру нави чуть-чуть не хватало фаник отыграл вообще-то игру довольно таки хорошо то есть там были реально классные мувы когда он на раша они вот это драка где он стал по трое идем зашел да там подстанил отлично там чуть ли не всю команду и за счет этого получилось драку ту ну как бы выиграть да они нави ту драк конкретно выиграли просто сигма бай бак нас там чуть ли не всей команды ну и вообще от фаник там было неплохие мувы когда он там убегал на одной тысячи кропа скучил на стрелу так и красиво и эффектно ну и в принципе эффективно ну и опять же такие сравнение двух мидеров дэнди и фата на этот раз они поменялись ролями ну вот мы можем видеть ну что изменилось да но полоски там по крайней мере мне очень нравится разница такая серьезно как бы вот эти статистики дэнди и фата показывают что дэнди оба матча но обе точные игры в рамках матча провел ну хорошо то есть даже опять же вот этой проигранной игре дэнди не выглядит что он тут проигрывал да у него статистика чуть ли не лучше чем у фата как бы она чуть похуже там данным кел меньше там надо усмерять больше чуть асистов меньше там минимальная разница как будто бы тут непонятно то есть я собой не показали вот посмотрели статистике я вообще сказал но я не знаю кто выиграл может и дэнди а может и фата ну единственное что все-таки конечно учитывая что дэнди играл на сларке обычное сларк когда выигрывает у него все Все-таки все еще лучше, потому что когда Сларк выигрывает, он начинает там вырезать уже полкоманды сам, и у него там все вверх идет. Но все равно, Дэнди там до последнего боролся, там даже как он там в самом конце пытался кого-то забрать, забирал кого-то у Сигмы, но не хватало, не хватало очень серьезно, конечно, Нави. Но на мой взгляд, на самом деле, Нави не хватало не конкретно исполнения там игроков, а именно с пиком что-то не то сложилось. Их откровенно пушили, ну откровенный пуш, вот этот Виноманчер, Пугна, ДК, известный уже всем на свете пуш, его и китайцы постоянно используют, и в Европе, да кто только не использует. И ну любому понятно, что тут будет, люди будут подходить, ставить кучу змей, кидать бласты, ДК будет бить. А девицы-то чем Нави собирались, я так и не понял, у них вообще не было дева. То есть это называется, ну как бы два способа есть обороняться, можно набрать кучу героев, которые отбиваются, ну с скиллами, там Вер, Котл, вот подобные, и, скажем, лейт-геймера какого-то, да, который в это время не отбивается, а фармит. И потом этот лейт-геймер приходит и типа всех чик-чик-чик-чик зарядил. Ну 4 плюс 1. Ну 4 плюс 1, грубо говоря, да, или там 3 плюс 2, скажем, со сплитпушем, как Альянс играли, там с Фурионом и антимагом каким-то. Там Фурион по одной стороне, там по другой, а какой-нибудь пак Котл в Ир обороняются. Да, отлично. Вот, например, подобные. Или же второй вариант, когда ты как бы принимаешь оборону дракой, то есть к тебе подходят в пятером, а ты тоже в пятером и просто напал сам на них, ну именно вот, подраться, выиграть. Да, да, да. Хотя тут Na'Vi вот во второй особенно карте именно по пику сильно проиграли, то есть как они хотели это побеждать, за счет чего, ну вот мне непонятно. Мне кажется, если так вот они хорошо подумают, они может и сами не поймут и в принципе, ну выводы сделают, может быть завтра у них там уже лучше пойдет. Ну что ж, я думаю, если у нас уже готовы моменты, то мы можем, наверное, их смотреть, что в первой и во второй карте. Да, вот отличный, кстати. А, да, отличный, вот отличная игра, кстати говоря, от Сокс, очень красиво сыграл, действительно, ну, ну, так бы, с одной стороны, ничего такого супер-пупер, но все вот как надо, то есть прям тютелька в тютельку залетает эта стрела, прыгает он через иллюзий, все очень красиво. Следующий момент, можно смотреть, подвис немного. А, вот это вот момент, где отлично Фата сыграл и Мигель, тут погнался Куроки с хвостом за Мигелем, но Мигель успел улететь и здесь Фата прилетает. Он, правда, промазал. Он тут немного накосячил, но он сейчас заберет хвоста, ну, опыт получит за хвоста и еще они заберут Куроки. И Фата вот с миду, у него как бы там все было примерно равных с Денди, а вот он так вот прилетел, потому что, ну, это ошибка от Куроки с хвостом, это они подарили эти два фрага, потому что они погнались, откровенно, за Мигелем, который от них просто улетел на тпшке, ну, а Фата пришел, собрал малину. И в итоге он получил там пару уровней, кучу денег и дальше пошел вырезать. Вот тут, по-моему, трипл килл сейчас сделает Фата, на Сларке отличная инициация. Тут вроде даже ульта пойдет очень хорошо у паса. Да, 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 вот она. Хорошая ульта, Фата прыгает, вторым баунсом попадает уже. И еще прилетает Мигель, закрывает Пупея, ну, да, тут уже начало конца. Ну, вот после этого уже, да, это, можно сказать, начало конца, но, на самом деле, это стало возможным из-за тех киллов. Тех двух, когда погнались. Фата получил там уровня два за те киллы, а это вот и есть тот самый буст, после которого ты можешь вот так начать. Ну, тот самый сноубол, когда ты получил неожиданно плюс два уровня, у тебя восьмой, а у вражеского геркоптера шестой. Так бы у тебя тоже был шестой, так бы ты, ну, как бы ты напал бы на него, было бы тебе тяжело его убить. А так у тебя все скиллы апнулись, демиджа больше, всего больше, ты там еще какой-нибудь ПТ себе купил и просто дальше начинаешь убивать. Ну, по лавелам там, да, действительно была хорошая ситуация, когда там двенадцатый, а там восьмой хвост. Тут вот на ави тоже пытались пушить, так же, как их пушили во второй, но только у на ави не было здесь погнений. Я вообще не понимаю, как он тогда прыгнул, он просто там на макс. Ну да, непонятно, но в итоге демидж здесь умирает, умирает еще и визаж, ну, тут вот. Ну, и умирает. Ну, тут очень много драк, тут очень много драк первых выиграли Сигма, то есть они на самом деле все их выиграли. Нави начали отбиваться, когда у них уже все было очень плохо, и они там реально начали, ну, более-менее огрызаться. Почему бы раньше им этим не заняться, я не знаю, не получалось как-то у них. Тут хороший чайник полетит, ну, как хороший, там, фаник с пупеем, по-моему, что-то явно недопоняли друг с другом, и там полетел чайник, я не вижу, полетел уже или нет. Нет, еще пока вроде не пошел. А, тут за Дэнди погоня, сон в никого. Нет, сон в кого-то, тут вот неплохой, на самом деле, тут пас умрет сразу, он, кстати, не успел даже чайник кинуть, если что. Стоп, а где он тогда кидал чайник? Да, я не знаю, но не тут. Но тут уже у Соксу уже БКБ было в этот момент, он очень сильно был отожран, не было бы БКБ, было бы ему тяжело. Но здесь, кстати, Нави более-менее, опять же, драку привили, ну, такую. То есть они тут как-то смогли еще, и вот, это была первая драка, где они с огромным отставанием кое-как еще там, ну, более-менее отковырялись. Кого-то убить смогли. Но тут Фата прожимает Дэрпакт. Тут Фата прожимает Дэрпакт, да. Мне кажется, Эра думает, что за баги, почему он не станется. Что за фигня. Следующий момент у нас, это, по-моему, вот, это единственная драка, которую, собственно, действительно, ну, не сказать, что выиграли, ну, почти выиграли. Ну, нет, ее Нави, грубо говоря, выиграли. Вот они забирают сейчас Фуриона, он сейчас делает байбэк, он скоро сделает, потому что он еще раз будет умирать. Тут примерно равный размен будет, отличный сон. Жалко вот, что Хвост уже потратил свой ульт, убивая Фуриона, и вот сейчас бы этот ульт очень бы мог тут решить. Ну, тут отлично Чайник летает. Да, тут Чайник всех убьет, он тут просто прыгает, убивает Фаника, ну, и на этом он перестает прыгать. Вот тут забирают двоих. Мигель как-то странно немного влетает, прям в эпицентр, так сказать. Ну да, ну, и в итоге здесь размен 4 в 4, что ли? Не-не-не, заберут и Денди тоже, всех заберут. Как он так стрелой попадает, я вообще не знаю, крипы вокруг, все вокруг. Не, Сокс отлично отыграл, это бесспорно. Сокс, да, вот у него стрелы залетали просто царские. Это, конечно, элемент рандома, ну, и скилла, естественно, тоже. Следующий момент, один из последних уже, я думаю. Так, тут опять, 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 опять хорошая инициация от НАВИ, и опять они драку, ну, не выиграют, но чуть ли не выиграют. Они пытались забрать в паса, вроде как зашел там даже... Да, но он успел свой ульт закинуть. Ульт он провязал госкептер. Ну, вот здесь уже НАВИ делают минус 2, уже 2 умирает, но тут очень-очень отъетый, и Аегис еще был, да, вот Аегис зарешал, плюс очень отъетый, конечно, здесь. Ну, Фат немного подтупил, но это такое. Да, а Мигель вообще сверху в это время ломал, ну, там, барак пытался снять. Да, он сломал тут вот Тауэр, начал сюда ТПшиться герокоптер, ну, и, собственно, без проблем Мигель отошел от драки, и тут, по-моему, тут Фата, кстати, отъедет за жадность, за жадность. Да, да, Фата еще умрет, и, в принципе, в этой драке, опять же, 4 в 3, что ли, они разменялись, ну, учитывая Аегис. Да, 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 и байбэк там у хвоста вроде. Ну, да, как-то так. Ну, что-то такое. Ну, то есть, с Na'Vi как-то держались, но на морально волевых, вот и, собственно, на это. Вот, сейчас очень интересный момент, я вот даже смотрю на миникарту, где отъезжает хвост, потому что хвост умер, вот он где-то тут, а, вот его втроем пилили здесь. Ну, да, хвост как-то заехал не с той стороны, похоже, и вот там прям сразу приняли, даже не очень понятно, где он там умер, но здесь перепак. Ну, очень сильно, да. Да, он тут уже как бы показывал, ну, тут просто чуть ли не райт-кликом Сигму могли отпустить уже там, наверное, девайсы, типа, куда бог пошел. Я тебя понял. Ну, и моменты со второй игры, так сказать, с первого по последней, если они у нас уже готовы, конечно. Вот, это ФБшечка до выхода кемпов. ФБшечка неплохая, Зал очень сильно радовался, но, конечно, стоит понимать, что когда ты забираешь вот так в пятером, ну, это, конечно, неплохо, но ничего особенного тут нет. Очень мало опыта получают игроки. Ну, небольшой, просто вот этот очень классный момент, ну, сейчас нам его покажут, когда настроят. Вот, да, тут, тут Сокс очень классно ушел, хвост думал, что он хочет выйти, что ли, как-то так, и в итоге не доставал. Он визип отмы, да, да, да. Да, да, вот тут достал еще Оши Пами, но опять не достал, и очень обидно, что хвост не смог, и хвост еще и умрет за такую наглость. Ну, вообще должен был, должен был, наверное, забирать, он все-таки пугнул, и был бы, ну, неплохой размер. Ну, если бы немножечко пошел, да, наверное, ну, как-то решил. Ну, ладно, следующий момент, вот, драка, драка. Это вот начинают уже подпушивать здесь Сигмы, и вот тут неплохо, на самом деле, сейчас будут... Это тот момент, о котором мы говорили, про необходимый Старфол. Да, вот здесь очень много побитых героев были сейчас, и потмы здесь не было. Она только вот прибежала, только вот сейчас. А если бы она изначально была, возможно, здесь Сигмы могли бы вообще разнести Na'Vi, но их не было, и, собственно, Na'Vi там неплохо отбились. Два в один поменялись, но тавр потеряли, опять же. Ну, да. Они даже двоих забрав, все, потеряли тавр. То есть в деньгах, в принципе, да, в плюсе оказывается. Вот тут сейчас действия фаника, не знаю, вот, подкоп просто потроим, отлично. Да, вот, Дэнди заходит с паунсом и даркпактом, и моментально убивает кучу людей. Он, правда, у Лича опять залетает дурной, который говорит, Порошану по хвосту, Порошану по хвосту там отлетает еще в Кроке, судя по всему. Да, и отличные байбэки, ну, точнее, не отличные, а своевременные байбэки делают Сигмы хорошо, что, ну, для Сигмы, что они у них были. Ну, да, его цель в этом сейчас фаника, ну, неплохо очень сыграет, такой красивый момент, в принципе. Да, да, да. Так, бум, Мигель. Но на самом деле тут драка не закончится еще, по-моему, определенное время. Будут попытки, ну, тут уже не посмотрели, ну, точнее, не записали, но там были еще попытки, по-моему, подраться, но не пошло. И сейчас пошел... Да, тут сейчас будет замес, умер уже фанник, как-то непонятным образом, но он байбэкнулся сразу, пролетелся на хвост, но как-то он не понял, что вся его команда мертва, просто на хвоста здесь нападают, я не знаю, по-моему, он тут тоже умрет сейчас. Да, отпрыгивает этот... Не, не умирает, тут на самом деле Милу-2 сделали Сигма вот таким вот, каким-то кайтингом, то есть они отбегали, подбегали и просто убежали в итоге. Нави ничего не смогли сделать с этим, вот. Здесь вот, по-моему, это сейчас будет... А, нет, это не тот... Вот это когда умирает Сокс, просто без... Ну, как-то бесполезно, что... Да, вот тут Сокс умер, и я думал, на самом деле, что в этот момент сейчас будет переворот от Нави, но они не смогли никого догнать, никого. Ну, в общем, Сигма как-то очень крепенько так играли, то есть даже потеряв Пугну, который не успел даже вард поставить, они все равно, ну, смогли, как бы, закончить эту всю драку размером один в один. Тут реакция просто отличная от Фатт, только вышел фанник из Инвиза, сразу дается ему стан. На самом деле, фанник ошибся, он не прожал Карапас, прожал бы, возможно, намного лучше. Тут уже вот, да, тут Сигма... Немножко им как-то во всех моментах чуть везет, чуть как-то у них чуть лучше, 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 и вот эти все размеры все время в плюс Сигме, все время чуть-чуть, но в плюс. Так, тут хвоста все-таки не заберут, потому что байбайкается к уроке, ну, в целом, да, по-моему, на этом замес заканчивается. Ну, и вот одни из последних, уже заход на мид. По-моему, это сейчас будет та драка, где визаж залетит где-то справа, вообще непонятный очень мув будет от Пупе. Сейчас посмотрим. А может, это не тот? А, Пупе уже мертв. А, Пупе уже мертв. Может, он уже умер просто, может, это было? Да, вполне возможно. В начале этого момента? Ну, и Ласт Пуш сейчас очень много уйдет хп у фаника, он добьет этого... Нет, не у фаника, у хвоста он добил. Да, Николай Микон, видимо, там Шипов, его тут просто пытаются убить, убивают, и там фанник умирает, и там фата очень больно, что-то всем настреливает, всех убил, пошел убил, ну и тут, конечно, гага. Ну, что ж, тогда, я думаю, в принципе, можно заканчивать, но вот такой небольшой итог, так сказать, ревью по всему дню, вот, как тебе, в принципе, матч, и как тебе, ну, сам Старладер, то есть, вышли чуть-чуть на другой уровень, может. Не знаю, мне именно в матче, я, конечно, больше ожидал, я думал, что будут сегодня очень упорные противостояния, то есть, я... Я, например, ожидал, что Sigma побоится с Na'Vi, что это, ну, как бы, что будет 2-1 там, но думал, что Na'Vi победят, но Na'Vi как-то, ну, отдались просто, 2-0, да. А я думал, что Fnatic с Альянсом будет сильный замес, при том, там трудно было отдать, как бы, ну, пальму первенству кому-то, ну, я думал, ну, точнее, как-то поставил на Fnatic, да, думал, что вот они победят. Ну, выигрывали Альянс, опять же, 2-0, опять же, как-то без шансов. Не, ну, как, там сначала было как раз у Fnatic неплохое, то есть, тут вообще не изначально одностороннее все было. Ну, не знаю, ну, все равно как-то, после 10-й минуты в каждой игре там было уже особо не на что смотреть, было видно, как начинает лода на Na'Vi всех разыгрызать, и все. То есть, как-то получилось, что Fnatic с Na'Vi к первому дню не подготовились, что ли, не знаю. Ну, выходит, что и Na'Vi тоже не подготовились, или Sigma слишком хорошо подошли. Ну, вот я думаю, что Fnatic с Na'Vi как-то вот к первому дню подошли не в лучшей форме, что ли, потому что не сказать, да, и Sigma, и Альянс играли круто, но все-таки я думаю, что и Na'Vi в лучшей форме, и Fnatic в лучшей своей форме, они могли бы дать отпор и тем, и другим, и побороться, и, в принципе, победить. Так что, получается, что, ну, будем ждать, надеюсь, завтра от них уже какой-то более интересной, вдумчивой игре от обоих этих команд. Ну, так оно и. Ну, хорошо, тогда про прогнозы, собственно, и ожидания от завтрашнего дня поговорим уже завтра непосредственно. Прогнозы уже, может, хватит. Не, ну, все-таки надо для приличия, для приличия. Ну, и что можно сказать, для вас сегодня работали Вилат, Каспер, Гудхант, там, раздавал фанбетики, ну, и студия аналитики для вас работал НС и Факер, а мы увидимся уже завтра все в то же время, ну, пресс-конференции больше не будет, так что мы увидимся где-то без 24, по-моему, по киевскому времени, если мне не изменяет память. Ну, и до завтра.